всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте при великим удовольствием я бы сказал пар 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 ну да я в принципе сейчас это могу сказать но скажу это в последний раз потому что видео по пару на канале больше не будет более того все те которые были а кроме одного я несколько дней назад удалил не закрыл а просто удалил в этом видео я хочу объяснить мои действия выразить вот то мое видение проблемы которые сейчас существует как в мире так и на ю тубе но это все вторично первичное хотел бы наверно все таки сказать всем тем людям вам мои дорогие подписчики кто на протяжении многих долгих лет поддерживал канал своим вниманием своими люба не люба своими комментариями своими отношениями вот именно к этому вопросу к этой стороне нашей жизни мы с вами прошли через непростые времена но мы прошли все-таки вместе и вот за это я хочу сказать вам всем огромное огромное спасибо то что я стер все видео и видео по пару больше не будет это случилось не за один день это достаточно такое ну скажем так выстраданное что для решения чем же первое на что я обратил внимание это то что канал не сателлита канал товарищей которые с которыми я знакомые которых очень хорошо знаю этого и 31 это виталий и дядька добрый они у меня в рекомендованных стоят на первом месте и очень долгое время и обращал на них внимание и никак не мог понять почему они застряли на одной цифре 40 тысяч и все там 40 500 если быть точными у них никак не идет прирост ну думаю ну ладно там что-то может быть происходит что-то там еще но они ко мне не обращались я к ним не лез потом случилась еще одна вещь каким-то чудесным образом за бугром у производителей то бишь у китайцев поменялась мода у них как-то там крышу повело таким образом что они все дружной толпой стали ударяться в подсистемы потом развитие сухого табака вот этих вот систем все это привело к тому что на обзоры все чаще и чаще и чаще стали присылать вот эти подовские маленькие системки и показывать вам их но не то чтобы ниже достоинства но но это но это фуфил по сравнению с тем чем мы с вами занимались раньше по сравнению с тем что многие из вас любят это сигаретники это баки много пара где каждый может поковыряться что-то настроить что-то сделать но даже если это нерегулируемая такой с предустановленными головами которые нужно менять в любом случае это не под системы в любом случае это бокс моды этого стройки это интересно это есть где поковыряться там же под система ковыряться негде это как трехлинейка простая не спорю ружье хорошая винтовка хорошая но тем не менее я стал отказываться от поставки таких образцов а потом случилось то что случилось первую за ночь и прозвучал от виталия в 31 но написал мне вы как говорит вадим чё за хрень что тут происходит и не в курсе вот смотри чё у нас уже столько времени он просто на одном месте стоят подписчики и все самое прикольное в этой ситуации что он озаботился и посмотрел на другие каналы я сделал то же самое после того как он сказал об этом и оказывается что на протяжении всего последнего года такие каналы как алекс md как-то там дальше москит джор батарейкин и мгитрой они все замерли то есть практически все каналы по выпу они заморожены просто заморожен подписчики приходят подписчики смотрят просмотре все есть но прироста подписчиков нет этих новых подписчиков youtube не засчитывает это легко каждому проверить если возьмете какой-то ресурс который позволяет вам проверить статистику чужого канала но я смотрел на социал блэйд и там очень хорошо видно что все это заморожено просто реально заморожено то есть youtube и в этом ограничивает надо сказать что еще одна вещь которая столкнулся раньше всего это то что все видео по пару которые были на канале они были заблокированы это наверно был самый самый первый звоночек не заблокированы они были лишены монетизации и дело не в том что бедный несчастный блогер остался без каких-то копеек нет то что у меня на канале 30000 и ежемесячный доход от рекламы youtube составляет 30 баксов поверьте мне это не те деньги за которые стоит переживать беда в другом если ваше видео снято с монетизации значит это видео нигде не будет рекламироваться значит это видео будет лишено не только той рекламы которую youtube мог бы показать на этом видео но плюс ко всему он это видео не будет нигде рекомендовать он не будет это видео продвигать шансы нормальных просмотров падают 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 и так вот это вот все происходило с паром потом после разговора с виталием прошло какое-то время и да кстати я сходил проверил алекс застрял на 260 тысяч уже достаточно долгое время москит на 382 как был так и остается жор батарейкин очень хороший человек которого я всегда уважал из которого собственно я сам-то в пар пришел я его начинал смотреть это уже после этого там появилось все остальное 200 2000 м детрой тоже хороший чувак которым я знаком лично и которого тоже уважаю есть за что хороший дядька 58 и 6 правый 31 я уже говорил 40 с половиной тысяч один мой очень хороший товарищ недавно вы камни сбросил видео с канала за парка где ребята но это просто не это даже не крик о помощи это была просто констатация настаёт какая-то жопа потому что на ровном месте совершенно ни с чего к ним прилетает страйк только из-за того что они в каком-то своем видео пытались обсуждать какую-то тему то ли снюса то ли сухого табака но что-то там еще такого вообще совершенно нейтрального они ничего не рекламировали ничего не продавали им прилетает страйк после того как они бросили опровержение ребята ну как бы за что объясните русскоговорящая комьюнити ютуба сказал ребята вы нарушили такой-то 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 пункт они посмотрели в этом в этот пункт даже за уши нельзя притянуть к тому что видео а тех ребят с ютуба это не интересует им это по барабану и я это принял за чистую монету ребята потому что я сам через это приходил мне тоже прилетал страйк и страйк буквально на ровном месте я точно знаю как порой наплевательски относится русскоговорящая комьюнити ютуба к нам в блогерам потому что тогда когда ко мне прилетел страйк я тоже пытался в этом разобраться все что сделали там работники ютуба это сказали вы нарушили правила на мою попытку узнать какие именно правила я нарушил каждый раз был ответ читайте правила и только потом а в конце концов меня заблокировали но слава богу заблокировали не сам youtube ресурс google плюс который ныне спокойный потом спустя какое-то время я все-таки нашел нормальных людей в ютубе но к сожалению не из другой службы и спросил его ребята вы можете мне помочь разобраться за что все-таки именно был страйк за что его схлопотал история оказалась тривиально простой каждый раз когда загружал видео там стояла галочка загрузить видео и на google плюс тоже я этого не замечал я на это не обращал какого-то особого внимания потому что там стоял еще и на twitter и ввк ну куда только не стоял и время от времени по простоте душевной после того как видео загружалась я еще нажимал поделиться и даблом так загружал двойные видео улетали в twitter двойные видео улетали ввк все молчали и ну чё оно прилетело прилетело но только google плюс не молчал он мне написал что я занимаюсь спамом вот именно за то что каждое видео выходило вдвойне возьми ты по-человечески скажи ты грузишь два видео это нельзя это плохо это та-та-та мы тебя за это забаним все вопросов бы не было я бы отжал эти галки долбаные даже не грузил бы туда ничего но им не с руки представляете сколько у них каналов им не до нас и вот во всей этой вот ситуации которая сейчас происходит плюс ко всему выходят еще и новые правила которые связаны не только с тем что youtube прошляпал вопрос детей то что он долгие годы не говорил своим ютуберам что вот этот контент ребята ну как бы снимать нельзя потому что дети потому что вот информация потому что куки вот будьте пожалуйста внимательны и он дал волю развиваться каналов каналам он на них зарабатывал до тех самых пор пока его не прижучили в штатах когда не издали новый закон не штрафанули youtube по самую маковку он заплатил много миллионов и вот только после этого youtube пошевел булками и сейчас начинает люлей раздавать тем самым каналам на которых он зарабатывал а теперь ему запретили это делать и теперь эти люди будут плохие чем же неважно вот на том маленьком беспределе который происходит в ю тубе но тут радоваться нечем все что связано с вейпом точно также подвергается гонению дискриминации это может это громкие слова но тем не менее факт остается фактом продвижение 0 реклама 0 подписчиков не дают и все и ребята сейчас застряли во всем этом месте плюс ко всему эти новые правила которые входят по моему то ли 10 декабря то ли еще чего-то в среди которых впрочем есть еще и строка за рекламу и распространение никотина содержащих продуктов где какой продукт среди всех видео по вейпу вот это чрезвычайно мудрая и очень дотошная система примет за распространение никотина содержащих кто может сказать кто может дать какие-то инструкции какие-то гарантии никто вообще никто я не удивлюсь если за большинство каналов которые сегодня на сегодняшний день существует по вейпу рано или поздно будут точно такие же страйки прилетать и все от них будут зама отмахиваться им будет не до них им будет неинтересно то ли ты in detroit со своей тремя сотнями подписчиков то ли ты единственный неповторимый алекс со своими двумя сотнями то ли ты мудрый жорж батарейкин со своими двумя сотнями им насрать ребята они банили не таких они опускали нежиталова миллионники а тут всего лишь несколько сот тысяч что им будет до меня со своей тридцаткой да ничего они то чтобы переступят и пойдут дальше они даже не заметят у кого-то это будет поломанная судьба у кого-то это будет испорченное настроение у кого-то это спущенный в унитаз года работы но им это не интересно им это не важно когда я сел подумал обо всем этом примерил на себя не тоже стало грустно именно по этой причине все те видео которые имеют отношение к пару я не просто закрыл я удалил с каналом теперь их на канале не будет и новых видео по пару не будет также несмотря на это сам по себе я парить не перестал я все еще парю и ведь эта тема мне по-прежнему интересно но к сожалению на просторах ютуба поддерживать и я не смогу остались только бритье и кулинария кстати кулинарию по запустил надо что-то написать в любом случае парни все те кому было интересно мое творчество в этой сфере все те которые оставались со мной на протяжении этого всего времени пусть вас уже немного потому что видео по пару я достаточно давно уже забросил писать многие уже просто разбежались но те кто остался ребята я хочу вам сказать спасибо спасибо за то время что мы с вами провели вместе было неплохо было весело но и на этом в конце концов жизнь не кончается есть еще много других интересных вещей которые все можно развивать можно идти вперед одна из них несомненно конечно же это бритье в этой сфере ну будем работать будем работать ну что все на этом разрешите с вами попрощаться добра счастья радости берегите себя берегите своих близких да и вам бог здоровья пускай вас всегда всегда все будет хорошо ничего до новых встреч пока пока а